МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15% компаний сферы услуг повысили лояльность и применили новые маркетинговые стратегии по сохранению клиентов. Согласно исследованиям крупнейшего частного банка России, в 37% бизнес улучшал качество сервиса, в 35% предлагал новые товары и услуги. 29% опрошенных зафиксировали цены и еще столько же ввели отсрочку платежей для своих клиентов. Аналогичная тенденция присутствует и в самарском бизнес-сообществе. Главным изменением в маркетинговой стратегии стала переориентация в онлайн. Менялись некоторые шаги в плане коммуникации с нашим потребителем, с нашим клиентом. Мы не отказывались от мероприятий, которые у нас были стимулирующие единство, и проводили их в формате онлайн. Такой тактики придерживались и крупные сетевики, работающие на самарской площадке. Да, у нас создан онлайн-сервис по доставке продуктов прямо домой. Расширили именно маски, перчатки, что пользовалось спросом. Из продуктов это крупы, макароны, сахар, что именно покупатели брали в большом количестве. Сразу после, как закрыли все ТЦ, у нас у большинства сотрудников прошло обучение онлайн-продажи. Люди начали просто по-сумасшедшему скупать весь товар, резинки разные, чтобы заниматься дома, спортом. При этом часть предпринимателей открывались именно в разгар пандемии. Главным преимуществом в это время стало снижение активности у конкурентов, что приятно сказалось на ценовой политике. При самом открытии установили свои цены, и их, в принципе, не меняли. Меняли только на праздничные дни. И были у нас акции, есть они до сих пор, когда у нас цена менялась, она дешевле. Нашлись и те, кому пандемия принесла кратную прибыль. Когда началась пандемия, казалось бы, что нам станет сложнее, все люди были дома, но все оказалось совсем наоборот. Люди начали больше передвигаться на электротранспорте. Кто-то пересел со своей машины, кто-то пересел со общественного транспорта. До пандемии, там, это было две-три доставки в день. Во время пандемии мы доставляли через службу доставки, продавцы, мы сами, то есть в день мы делали порядка 20-30 доставок. Возросло количество компаний, которые предпочли не конкурировать, а объединяться. Мы поняли то, что в пандемии у нас очень много конкурентов, которые начали, так сказать, уходить с рынка. Мы решили объединить Италию и Японию, сделать на одной кухне для того, чтобы больше радовать наших гостей. Тем самым мы завивали еще больше гостей. И если сфера общественного питания смогла переориентироваться на доставку, то у представителей индустрии красоты дела обстояли сложнее. На дом мы не выезжали, сразу скажу. То есть у нас оборудование не позволяет предоставить вот эту возможность. Но было тяжело, потому что долгий промежуток времени не работали. Пострадавшим отраслям губернии представляли федеральные и региональные субсидии. Так, за 2020 год Центр развития предпринимательства предоставил свыше 78 миллионов рублей. Порядка 195 миллионов рублей выделили по линии Центра «Мой бизнес». Еще 35,5 миллионов рублей субсидировали через фонд Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области. Развивают малоформатную и нестационарную торговлю. Сюда относятся и летние кафе, и ярмарочные площадки, и киоски. Для реализации этих целей городские власти разработали дорожную карту, куда вошли схемы размещения, организация ярмарок, проведение гастрономических фестивалей и многое другое. Вышло постановление правительства Самарской области о том, что те, кто имеет постоянные собственности, рестораны, кафе на первом этаже в домах, они теперь имеют право написать заявку в городскую администрацию и рядом, там, под тентами. Спасибо, здесь город очень быстро реагировал. По апрельским данным, численность безработных Самарской области немногим превышает 26 тысяч человек, что в 1,7 раз меньше, чем на конец 2020-го. Уровень безработицы составляет 1,6%. Количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости, составляет 41 тысячу единиц, что почти в полтора раза больше, чем в конце прошлого года. Однако опрошенные телеканалом Самараги спецприниматели из сферы строительства, ЖКХ и металлургии считают, что рабочих рук нужно еще больше. До пандемии почти треть сотрудников этих отраслей составляли мигранты, но закрытие границ привело к большому оттоку иностранной рабочей силы. Наши граждане не хотят идти на эти работы, потому что не устраивает уровень зарплаты, условия труда. Обратная ситуация с бухгалтерами и юристами. Львиная доля некрупных предприятий решили вывести эти должности из штатных в аутсорс. Бухгалтеров стараются брать на аутсорт, либо удаленно устраивать, то есть, в принципе, как в пандемию вывели немножко где-то за штат, где-то просто на онлайн, так это и осталось. Из нового, наверное, что появилось и довольно часто сейчас заказывают специалистов, это антикризисный менеджмент. Менеджеры продажи как требовались, так и как бы требуются, причем их сейчас набирают и в онлайн, и в оффлайн. Изменились предпочтения и по выбору будущей профессии. Самыми востребованными направлениями у самарских абитуриентов стали медицина и IT-технологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова